День России Ну что, наверное, первый вопрос, который мучает и меня, и наших телезрителей. Почему нарды и почему журналисты? Ну, нарды очень популярная игра во всем мире. Играет они у нас в России. На Кавказе тоже играет очень часто, очень популярная игра. И у нас большой опыт по организации турниров по нардам. То есть с момента создания организации, вот буквально с 2005 года мы эти турниры проводим. То есть этими турнирами мы хотели привлечь в нашу организацию людей старшего возраста. И могу сказать, что на сегодняшний день мы год-два раза проводим. Лет пять назад один раз проводили. А сейчас мы проводим год-два раза вот этот турнир по нардам весенний-осенний. И где-то 40% составляет молодежь. Это нас радует. Поэтому мы решили именно вот такой турнир предложить, организовать среди журналистов. То есть нарды спросом пользуются очень... Очень большим спросом пользуются. Я вам скажу, что там представители не только армяне, там представители разных национальностей. Ну и давайте, наверное, про турнир. Несколько дней еще у нас до турнира. А сколько уже человек заявилось? По каким правилам будем играть? Вот к нашему приятному удивлению, то есть буквально в течение недели уже 18 человек записалось. Даже есть ребята из Оринска. Ого. То есть география не только Бурналска? Да, значит, журналист в Оринской газете. Да. Наверное, догадываюсь. Догадываюсь. По каким правилам будем играть? Будем играть длинные нарды. Будем играть длинные нарды. Перед началом турнира, конечно, мы проведем мастер-класс. Вот. Где-то на полчаса. И потом будем организовывать турнир. Какие-то обычные текущие правила мы обговорим со всеми. То есть сколько раз будем играть, то есть в смысле сколько партий будем играть. Это зависит от времени. Мы с организаторами все вот это как бы в рабочем порядке сразу обговорим. Будет жеребьевка, конечно же. То есть правила все по-честному будет. Ну и, как понимаю, кубок, медали – это все, что ждет наших победителей. Расскажите, что за кубок, за что медали. Да, смотрите, значит, организаторами нашего мероприятия, нашего кубка является общественная палата Алтайского края, союз армян Алтайского края, союз журналистов Алтайского края и белорусское землячество на Алтае. А поддержали нас УФСИН, ну и, конечно же, наши предприниматели, благодаря которым мы наградной материал приобрели. То есть первое место, первому месту будет вручен кубок, значит, первое, второе, третье место соответственно. У нас еще есть приз для четвертого места, вот, воля к победе. И специальный приз от нашего спонсора, от магазина Абрикос, будет, значит, пакет армянских продуктов из Армении. Поэтому есть к чему стремиться. Вкусности. Да, 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 совершенно верно. Вот тут мнение, что нарды – это вот тот вид спорта, тот вид деятельности, да, вот мужички сидят там вечерами играют, в бане играют, да, и есть некое преимущество у них, что они играют в нарды чаще, чем молодежь. Так ли это на самом деле или нет? Ну вот если привести пример, то есть вот как бы по нашей организации, если раньше где-то процентов 90 было, это люди старшего возраста, сейчас где-то процентов 40-45, это ребята молодые, которые к нам приходят и как бы играют. Мне кажется, в последнее время она стала очень популярной и, ну, в принципе, это людям интересно играть. Она и чуть-чуть и азартная, чуть-чуть и интересная. В прошлом году нарды признали официальной вины спорта в России. У нас в крае есть даже своя федерация, да, она базируется в Бийске. Как федерация отреагировала на проведение данного турнира и, ну, как она помогает? Ну, после размещения анонса по нашему мероприятию с федерацией с нами связались, то есть предложили свою помощь и поддержку. Я думаю, что и уверен, наверное, что вот этот турнир мы, как бы, у нас будет ежегодный, мы каждый год будем проводить. Я уверен, что журналистам понравится, журналистам идут довольные. И если мы заранее заявимся, скажем, ну, тогда можно будет уже более плотно с федерацией как бы работать. То есть, может, они какой-то специальный приз учреждят, как бы, имя над федерацией. Это надо заранее заявки сделать, чтобы, как бы, в план внести. Насколько сложно человеку научиться нарды, если он, ну, просто слышал это название? Вот можете на своем примере рассказать? Уверен, опыт у вас просто огромнейший. Да, смотрите, например, у меня дома много детей, жена, то есть нарды играют все. Маленькие дети, там, большие дети, все нарды играют. Вот лично я нарды играю 6 лет, когда еще в школу не ходил, но никто мне не учил. Я смотрел, как взрослый играет, таким образом научился. Еще много времени проводил, когда играл один, как бы, за двух противников. Такое тоже практикуется. Вот. На самом деле, это один из просеющих игр. Один из просеющих игр. Единственное, так же, как и, я не знаю, наверное, любой вид спорта, нужна практика и нужна внимательность. То есть, здесь нужно будет внимательно, прямо, как бы, надо посмотреть всю доску и все варианты просчитать, потом уже, как бы, делать в ход, скажем так. А на самом деле, это, как бы, простая игра. К нам до сих пор приходят, где-то неделю-две назад мы начали, вот, скажем так, такие тренировочные дни. И вот после работы к нам приходят девчонки, мальчишки, как бы, приходят, значит, журналисты со общественной палаты приходят и, как бы, играют. Я там подсказываю. Расскажите кратко, какие виды нарт есть, да, то есть, ну, как можно у них играть. И что вообще нужно сделать в нартах? Ну, два вида нарт. Бывает короткая, которая почему-то не популярна. Мне говорят, что там много лет назад, очень много лет назад, были популярны короткие нарты, не играли длинные. А сейчас, наоборот, короткие не играет, играет длинные. Ну, смысл в том, что, значит, 15 фишек у каждого, значит, играющего. И вот эти 15 фишек нужно будет все переместить, скажем, в свой домик. То есть, там 4 части доски нужно будет, например, вот, там, слева направо и переместить, да, в свой домик. То есть, ну, при этом, это от костей, там, сколько попадает, там нужно просто всего, нужно будет уметь считать до 12. Больше ничего не нужно. Часто ли к вам приходят люди на тренировки, ну, то есть, просто познакомиться с этим видом спорта, учиться играть? То есть, можно ли это просто не готовить к турниру, просто приходить и тренироваться? Ну, то, что касается, скажем, наших земляков, ну, практически, они приходят просто играть, то есть, потому что они играть умеют. Я не знаю. Это тоже как практика. Да, это как практика. Они приходят, как бы, просто играть, вечерами, на выходные можно прийти играть. У нас для этого есть все необходимое. Вот. А, скажем, какие-то обучающие моменты, если, как бы, возникнет такая необходимость, ну, мы готовы там позаниматься, заниматься, обучить, и на нашем турнире мы планируем, чтобы, мы планируем, чтобы у нас были 10, значит, досок по 2 человека, то есть, 20 человек, я надеюсь, будет, даже может быть больше. Мы планируем, чтобы, как бы, у каждой доски, чтобы был, скажем так, ну, такой помощник судей, помощник главной судей, чтобы контролировал, чтобы по ошибке, как бы, и ошибок не было, потому что мы не знаем, на каком уровне играет наши журналисты, поэтому надо подсказать, помочь, чтобы, то есть, не будет подсказано игрокам, а просто будут, как бы, выявлены ошибки, чтобы ошибок не было. Ну, я думаю, алтайские журналисты, они одни из самых разносторонних в России, да, потому что у нас среди журналистов проводится почти по каждому виду спорта, вот сейчас все и, у нас в копилку еще и нарды будут. Ну вот. Это радует. Есть какая-то история, связанная с жителями России, как они относятся к нардам, потому что, ну, это на самом деле популярно? Знаете, давайте я расскажу вот как раз вот последнюю историю, буквально вот 12 марта, которая касается и нардам, касается и нашей организации. Значит, где-то лет пять назад мы проводили один раз в году, потом по такому требованию наших жителей, участников, мы начали проводить два раза, то есть одного раза не хватает. И иногда мы проводим посвященный какому-то празднику. В прошлом году мы провели посвященный там 9 мая. В этом году журналисты проводим, журналисты посвященные Дню России. И, значит, кроме представителей, как бы, армянской диаспоры приходят, играют представители других там национальностей. В этом году, значит, у нас чемпионом весенних игр, участников было порядка 43 человек. Да. То есть мы 12 начинаем и где-то около 8-9 заканчиваем, потому что так долго надо идти к этой победе. То есть первое место, значит, занял, забрал у нас Михаил Таскин. То есть все наши соплеменники, конечно, были зашокированы. Михаил давно к нам приходит играть, где-то года три уже. Скажем, каких-то таких серьезных успехов не было. А вот именно в этом году, значит, Михаил вот забрал первое место. Это нам запомнится навсегда, потому что мы нашу информацию тоже размещаем везде. То есть Михаил забрал и кубок, и медаль, специально привезенные из Армении нарды, вырезанные там, как бы на дереве. Там специальный приз спонсора. То есть это вот, честно говорю, что это вот очень надолго запомнится. И он молодец. Покорил вас. Да, нас покорил и там всех покорил, понимаете. А в нардах есть какая-то тактика, концепция игры? Или это, ну, в кавычках, на удачу, как кости выпадут? Ну, смотрите, вот если вот объективно сказать, некоторые, видимо, очень часто играют и как-то умеют как-то кости кидать. Да, все по-разному кидают. Да, все по-разному кидают. Я еще скажу, вот в этих, значит, весенних играх приходил Андрей, по-моему. Андрей принес чашу специальную, и кости кидали как бы в чашки. Это тоже допускается. Это один момент. То есть у некоторых как-то получается, они если хотят, чтобы там получить вот эти, они получают как бы вот эти цифры, да, кидают кости. Ну, тактика, да, есть. Тактика есть. Нам есть моменты, где нужно будет рисковать. И как бы вот нужно не бояться просто рисковать. Да, тактика есть. У каждого есть своя тактика. Нужно знать, скажем, какие домики занимать, какие отпускать. То есть здесь надо на всех четырех полях, как бы где-то там какие-то части. Есть важные домики, есть которые домики не сильно важны. Вот это и тактика. Вот эти моменты надо обязательно узнать и понять. И обычно по статистике там, например, ну, определенные цифры часто приходят, часто попадаются. То есть это тоже есть такое, что определенные цифры. Один уточняющий вопрос. А в домике же шесть, да, вот этих ячеек? Шесть ячеек. Могу ли я своими фишками полностью этот домик закрыть или я должен сопернику, коллеге оставить? Нет, можно все закрыть. Можно все полностью закрыть? Да, да, все, все можно закрыть. И тогда уже, если уже будет, выхода уже не будет, чтобы дальше соперник свои фишки перетащил себя. Это уже, скажем так, называется двойная, двойной выигрыш. Марс мы называем. Марс, да, да, да. Это получается двойной выигрыш. И вот, да, да, это и нужно делать. Поэтому там старается и соперник, играющий, чтобы везде, на всех четырех, значит, полях закрывать домики и хотя бы, чтобы была возможность, ну, перетащивать свои, ну, фишки. Турнир по нардам это не единственное мероприятие, где вы будете сотрудничать с журналистами. С чем еще хотите познакомить? Знаете, вот в самое ближайшее время я хочу наших журналистов пригласить 12 июня, значит, на Всероссийский фестиваль традиционной культуры, 11-й уже фестиваль День России на Березовой Катуни, который будет проходить в Алтайском районе. Очень красивый фестиваль, очень красивые мероприятия. Там такая многочисленная армия национально-культурных объединений, значит, этнических организаций, значит, покажет свою культуру. Мы там будем петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, будет дегустация национальной кухни. Ну, я уверен, что журналисты, кто приедет, не пожалеет. То есть вот этот фестиваль, потом 2-го сентября у нас будет День города, тоже межнациональный фестиваль, у нас своя площадка будет. Значит, Единая Россия и Барновля живем. Это в этом году возможно, что будет как раз недалеко от нашей организации, на Ленина 54, где у нас фонтаны. Вот. Тоже очень красивое мероприятие и с участием, как бы, коллективов от межнациональных, от этнических организаций. И 8-го, 9-го, 10-го числа я хочу пригласить журналистов. У нас наш армянский дом, Союз Армян-Алтайского края на Ленина 54. В этом году третий раз будет развернут, значит, Центр общественного наблюдения, то есть Дни единого голосования. Уже вот в этом году третий год, где штаб общественной палаты по наблюдению за выборами будут заниматься наблюдениями за выборами. То есть у нас в прошлом году тоже журналисты были позапрошлым году. Это будет очень интересно, можно будет посмотреть, значит, в прямом режиме, как проходят выборы. Вот это вот. Ну, будем стараться посетить каждое мероприятие. Спасибо большое за беседу, за знакомство с такими-то спортом, как нарды. На этом наше время к большому сожалению подошло к концу. Занимайтесь спортом и ведите здоровый образ жизни.